Игровые ноутбуки на базе Ryzen наступают! Вот вам ещё один — TUF Gaming A15 от Asus. Почему ещё? Потому что недавно мы рассказывали про новый ROG Zephyrus, и нам он очень понравился, в первую очередь из-за габаритов, а во вторую — как раз из-за процессора Ryzen 7. Посмотрите этот обзор по ссылке в описании. ASUS TUF Gaming A15 работает на чуть более мощной модификации этого же чипа — 4800H. А ещё нам досталась флагманская версия с 32 гигабайтами оперативки, SSD на 1 терабайт и видеокарты GeForce RTX 2060. Линейка TUF Gaming, конечно, стоит ниже в табеле оранга Hasus, чем Republic of Gamers, но, тем не менее, оснащение тут очень приличное. И стоит такой ноутбук примерно 105 тысяч рублей в России или 600 тысяч тенге в Казахстане. Хотя базовая версия на Ryzen 5 с графикой GTX 1650 Ti обойдётся в более скромные 69 тысяч рублей. Внешне TUF Gaming A15 — это такой компромисс между материалами отделки и дизайном. Ноутбук не маленький, но и не огромный. Его вполне можно кинуть в сумку или рюкзак. Правда, блок питания тут ну очень большой. Его тон делает ноутбук гораздо менее мобильным. При этом выглядит TUF Gaming A15 снаружи, нарочито строго с таким лёгким армейским флёром. Особенно такое ощущение навевает металлическая крышка ноутбука с логотипом TUF Gaming. Никаких тебе рюшечек и сияющих логотипов. Вообще, обратите внимание, что геймерский больше не значит пёстрый и сияющий. Скорее даже наоборот, Asus с каждым новым поколением упрощает внешний вид таких лэптопов. Да, конечно, TUF Gaming A15 немного выдают толщина и габариты, но ноутбук даже по обычным меркам далеко не самый большой. Хотя, если открыть крышку, то тут уже не ошибёшься. Много разных штампованных и шлифованных элементов выдают в ноутбуке игровой девайс. Выглядит всё это простовато, хочется поменьше этих угловатых рисунков. Немного сглаживает это впечатление однотонная гамма, а все поверхности внутри сделаны из пластика с имитацией шлифовки под металл, и такая текстура неплохо справляется с отпечатками, которых практически не видно. Конструкция у ноутбука довольно жёсткая, клавиатура не гуляет под пальцами, а вот для крышки хотелось бы чуть-чуть больше жёсткости накручения, она и с лишней податливая. Торцы ноутбука имеют небольшие скосы внизу, из-за чего его удобно брать в руки, и ещё один приятный эргономический элемент, наплыв над фронтальной камерой. Он помогает удобно открывать крышку ноутбука даже одним пальцем. Кстати, крышка тут единственный металлический элемент, она выполнена в сером матовом цвете и смотрится очень аккуратно. А вот всё остальное тут из пластика, впрочем, для игрового девайса, склонного к нагреву, пластик это даже хорошо. На левом торце ноутбука солидный набор портов, разъём питания, сетевой порт HDMI, два USB 3.0, один USB-C с поддержкой DisplayPort и комбинированный выход на наушники. Справа есть только один USB 2.0 и большое вентиляционное отверстие. Сзади два больших выреза под отвод горячего воздуха и всё. В принципе, такого набора хватит для полноценного использования ноутбука в любых условиях. В TUF Gaming A15 используется быстрый экран с частотой развертки 144 Гц. Это 15,6-дюймовая IPS-матрица с разрешением Full HD и полуматовой поверхностью. Она, конечно, не так сильно бликует, но отражение в ней всё же есть. Максимальная яркость 280 нит. Для игр в ярко-освещенных комнатах её хватает, но на солнце экран, разумеется, будет слепнуть. Приятный бонус – модуляция тут не используется для управления яркостью, а значит, никакого мерцания и усталости глаз. У экрана хорошие углы обзора, есть небольшие засветы на чёрном цвете, они заметны лишь в полной темноте и на полностью тёмных сценах, так что ничего криминального. И вообще, это нормальный средний дисплей для этой ценовой категории, которая хорошо подходит для игр. При этом калибровка цветов и их изменения в зависимости от профиля или яркости не подходит для работы с фото или видео, и это надо учитывать. Но давайте к самому главному. Как этот 15-дюймовый ноутбук справляется с нагрузкой? Тут надо заметить, что процессоры Ryzen 4000 серии действительно впечатляют своей производительностью. В синтетических тестах Cinebench R15 и Cinebench R20 ноутбук легко обходит Dell Alienware M17 на базе Core i7-9750H с графикой RTX 2080, который мы тестировали на прошлой неделе. В тесте Geekbench в многоядерном режиме Ryzen 4800 показывает результат заметно выше, чем Core i7, и это тоже предсказуемо. В одноядерном режиме ноутбуки более-менее сопоставимы. Игровой тест 3DMark даёт тоже приличные результаты. В реальных же играх ситуация аналогичная, ноутбук позволяет запускать практически любые игры на высоких или максимальных настройках графики с хорошим фреймрейтом. Из игрового теста мы видим, что этот ноутбук может очень многое. То же самое касается и работы. Тест рендера 10-минутного куска видео в 4К 10-бит и формате H.265 в DaVinci Resolve занимает 3 минуты и 44 секунды. Аналогичный отрезок видео в Premiere Pro рендерится за 11 минут. Это дольше, чем на Intel, но тут сказывается технология QuickSync, которая поддерживается только процессорами Intel. Asus добавили возможность апгрейда системы. Внутри корпуса есть и дополнительный слот для M.2 SSD накопителя, и есть сразу два слота для оперативки. При работе в турбо-режиме ноутбук существенно нагревается, процессор в пике доходит до 95 градусов, что, впрочем, не предел даже по паспорту, и существенного троттлинга при такой температуре нет. Зато есть очень громкая работа пары кулеров, доходящих до 50 дБ, и при таком шуме без наушников играть практически невозможно. Вообще, систему охлаждения тут назвать тихой сложно, даже без нагрузки и в тихом режиме выслышите работу кулеров, которые периодически раскручиваются для очистки от пыли. Так что во время сна ноутбук лучше отключать. Кроме того, сброс горячего воздуха происходит в том числе и через дефлектор на правом торце, что доставляет определённый дискомфорт для правшей, особенно во время долгих игровых сессий. Что нам ещё не понравилось? Это полноценная клавиатура. Сама по себе эта клавиатура очень неплохая, с отличным внятным ходом, быстрым откликом и продвинутой системой подсветки Aura. Есть тут и удобно вынесенные стрелки, и большой пробел, и две кнопки Function для удобства, и даже выделенные белым цветом клавиши WASD. Но из-за цифрового блока справа вся клавиатура получилась какой-то мелкой. Хочется чуть больше размер клавиш и расстояние между ними. Это особенно заметно при быстром наборе текста. Конечно, в играх размер не так критичен, но всё же обратите на это внимание, когда будете выбирать себе ноутбук. Под клавиатурой есть небольшой по современным меркам тачпад с двумя физическими кнопками. Сенсорная поверхность тут не нажимается, для этого и есть кнопки, хотя это и неудобно. Из приятного можно отметить звук. В ноутбуке установлено два динамика, позволяющих добиться приятного и достаточно громкого звучания. Динамики направлены вниз, звук отражается от поверхности стола, что немного его рассеивает, делая чуть громче. Но при этом, когда ноутбук на коленях, звук, соответственно, немного тише. В TUF Gaming A15 установлен большой аккумулятор на 90 Вт-часов, что, впрочем, не делает этот игровой ноутбук слишком уж автономным. В играх батарейка сядет за час при работе в интернете, в зависимости от сценариев ноутбук проживёт 3-4 часа. Это не рекордный показатель, тот же Zephyrus G14 на базе Ryzen 7 4800HS показывает лучшее энергопотребление. Процессоры, хоть и похожие, имеют почти одинаковые технические характеристики, но версия HS выделяет меньше тепла и имеет номинальный TDP в 35 Вт. С другой стороны, TUF Gaming A15, имея меньшую автономность, демонстрирует чуть лучшую производительность. Учитывая, что это игровое решение, автономность тут, наверное, далеко не самый важный показатель. В целом, TUF Gaming A15 выглядит как очень сбалансированный игровой ноутбук. Если вам не критичны материалы отделки, то он вам понравится. Из плюсов можно отметить очень хорошую производительность в играх и при работе с видео, неплохой экран с быстрой матрицей, отличной динамики и возможность апгрейда. Из минусов — огромный блок питания, клавиатуру с мелкими клавишами и отсутствие слота для карточек памяти SD. Тут очевидно, что ноутбук получился очень неплохой, а самое интересное, что у него не так много прямых конкурентов, работающих на базе процессоров AMD. И если вы искали себе что-то на Ryzen 5 или Ryzen 7, то это как раз неплохой выбор. А это заробка. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин